В Ульянске завершился девятый сезон региональной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы». Это интеллектуальное состязание по-прежнему остается актуальным для десятиклассников. А как иначе, ведь у участников есть уникальный шанс стать студентом одного из ведущих вузов страны – Московского государственного института международных отношений. Специально на финал региональной олимпиады в Ульянск приехал автор, бессменный ведущий телевизионной олимпиады «Умницы и умники» на первом канале профессор МГИМО Юрий Павлович Вяземский. «Состязания, как всегда, очень интересные ребята, как всегда, очень сильные. Но для того, чтобы дать оценку правильную, надо, чтобы они приехали ко мне в студию, там новые декорации, в состязании с другими, чтобы они себя показали. Потому что если ульяновские не выигрывают, я как-то не понимаю, что происходит. Я даже иногда спрашиваю, вообще откуда. Вся из Ульяновской, вы что-то вот не верите, потому что как-то плохо отвечаете». Ариапак, что в переводе с греческого означает «высший судебный орган власти», возглавила министр просвещения и воспитания региона Наталья Семенова. «Мы благодарны Юрию Павловичу Вяземскому, что мы выбраны одним из регионов, где проводят региональные этапы, и далее отобранные дети выезжают для участия в телевизионной игре. И это действительно возможность ребятам из провинции получить образование МГИМО». Во время третьей игры министр сменил губернатор Алексей Русских. «Для вас, ребята, я уверен, большая честь и серьезное испытание отвечать на сложные и ковертные вопросы в присутствии высоких гостей и строгих судей. Искренне желаю вам собраться силами и доказать сначала здесь, а потом и на финале, доказать, что ульяновская область богата талантами». В финале участвовало 27 учащихся разных школ области. 9 из них играли на дорожках, остальные были теоретиками. Тема сезона выпала серьезная и актуальная – 1922 год в истории, к столетию образования СССР. Но ребята со многими вопросами справлялись с легкостью. «Первый вопрос мне показался очень сложным, и я думал, что сразу вылечусь с дорожки. Но потом я собрался с мыслями и ответил. Так-то вопросы достаточно легкие, если хорошо знать тему». Абсолютным победителем финальной региональной игры, или как ее назвал Юрий Вяземский, «бессмертной» стала Олеся Уханова. По ее мнению, залог успеха победителя в подготовке и в везении. «Я очень счастлива. Это было, конечно, для меня немного неожиданно, но впечатление самое положительное». По итогам состязаний пять человек станут участниками четвертьфинальных игр Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и умники в Москве». В этот же день были вручены две золотые медали ульянским школьникам, учащимся ульянской средней школы номер 15 Кириллу Левина и учащимся гимназия номер 2 Алексея Мищенко, которые признаны победителями на всероссийском этапе и с сентября станут студентами МГИМО. Правда, зрители увидят передачу с их участием только летом. А съемка 30-го юбилейного сезона Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады, в которых участвовали ульянские ребята, прошли в Останкино в начале апреля. Мы желаем всех дальнейших успехов. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.